Я воспользуюсь специальным моментом, чтобы вручить вам от Рижка Думы, от всего города. У нас есть специальный приз, который вручается каждый год, режиме на год. Он вручается за вклад в продвижение имени Риги за границы, за рубежом. Мы даем один главный приз, и мы даем еще несколько, мы не называем их вторыми, просто идут дальше. В этом году у нас главный приз получили люди, которые, человек, который проводил Олимпиаду Хоров. Десятки тысяч людей приехали. Я был даже. Намечательно. Среди десятков тысяч. А вам за ваши творческие новаторские постановки в театрах Риги и за то, чтобы укреплять все эти отношения между локерами России? Спасибо большое, очень приятно. Театр Риги – это национальный театр. Маленькая у нас получается. Специальная монета в 5 евро. Таких не было, потому что ее можно не платить. То есть я не потрачу. Спасибо огромное. Ну, это на черный день. На светлый. На хорошо. На светлый. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно, неожиданно. Вообще, когда тебя награждают, это всегда невероятно приятно. Особенно в городе, где ты, в общем, проводишь какую-то действительно часть своей жизни. И, надо сказать, какую-то очень приятную часть. Они приезжали на гастроли к нам, выиграли в гуголь-центре совсем недавно. Так что, то, о чем вы говорите, это вещи, которые уже происходят наяву. Говорили о возможностях дальнейших культурных инициатив. Придумали одну историю. Если она получится, это будет очень здорово. Вы знаете, политика – вещь всегда неприятная. Самое главное, что есть, это человеческие отношения. Вот мы с вами должны всегда оставаться на уровне человеческих отношений, а не обслуживать чьи-то политические интересы, какую-то чью-то шизофрению. У меня такое количество латышей друзей, потому что я думаю, они так же относятся к нам, ко мне. Мы не можем друг друга предать. Это было бы совсем плохо. Поэтому поверх всех барьеров, поверх всех преград, поверх каких-то санкций, мы все равно до последнего будем оставаться друзьями. Мне кажется, это важно. Но на это иногда, конечно, надо потратить какие-то усилия, потому что этому пытаются помешать. Нас пытаются поссорить. Но надо же соображать головой и понимать, что это кто-то пытается нас поссорить. Или кто-то пытается сделать так, чтобы большому количеству людей было как бы нехорошо. Ну зачем же на это вестись? Не надо.